Я ненавижу готовить. Так получилось, что я отношусь к тому количеству ненормальных женщин, которым гораздо проще отруководить 20, 50 или 100 людьми для того, чтобы они что-то сделали, чем приготовить. В детстве отец мне как-то сказал, Юль, у нас была прям целая война, если ты не научишься этого делать, у тебя никогда не будет мужчины. Так случилось, что у меня случился муж два года назад. И, естественно, он, как любой другой мужчина, начал просить меня, Юль, ну, как там, мне будет приятно, если ты будешь мне готовить, я буду чувствовать твою заботу, тепло, тра-та-та. Я честно пыталась. Месяц или полтора. Прям честно. У меня бывали сбои. Не получалось, но я пыталась. Я начала думать о том, как бы можно было эту задачу решить, если бы она была в бизнесе. Да, и я вспомнила про игры. Игра — это лучший способ работы с реальностью. Это возможность создать ту воображаемую реальность, в которой вы сможете проживать что-то другое, более захватывающее, чем просто готовка. И я пришла к мужу и сказала, «Слушай, нужна твоя помощь. Я тут придумала игру, давай меня замотивируем». В общем, у нас будет три системы шапочек. Золотая, зеленая и синяя. Золотая будет за то, если у нас все перфект сегодня на кухне. Зеленая, если так, соу-соу. И синяя, если вообще что-то было поесть вообще, в принципе. И будешь ты мне их выдавать, давай определимся с критериями, новизна блюда, то, как я вкусность съела, каким вкусом оно обладало, ну и так далее. И по итогам недели, либо месяца, ты, собственно, будешь давать мне какой-нибудь приз. И мы договорились, что за каждые четыре шапочки я буду получать какой-нибудь творческий номер. Например, мой муж прекрасно играет на гитаре, я люблю, когда он что-нибудь сочиняет. Или какой-нибудь презент, поход в кино, или еще что-нибудь такое. И знаете, это удивительно, но я реально начала готовить, причем делать это с интересом. Вчера я ехала с репетицией с мыслью о том, как же я сейчас прекрасно в 11 вечера буду готовить плов. И я не просто готовлю, я купила книги с рецептами, я изучаю, как это может быть сделано. То есть для меня это превратилось в некую игру постоянного роста над собой. Давайте обратимся к статистике. Мировой рынок оффлайн-игр сейчас насчитывает около 500 миллионов долларов. Из них 99 миллионов приходится на мобильные игры. Рынок в России игр растет в 2,5 раза и составляет 1,3 миллиарда. Ну, в 2,3 раза. О чем это говорит? О том, что, ну, наверное, добрая половина населения России играет в игры. Я не знаю, кто из вас выращивал капусту или еще что-нибудь делал. Ну, вот. Я сейчас хочу вам рассказать другой пример. Пример из бизнеса. Три года назад я уже тогда занималась предпринимательской деятельностью. Ко мне обратился человек с запросом, Юль, нужно уместить содержание 10-дневного тренинга в 3 дня и сделать так, чтобы у людей, а, не взорвался мозг, Б, чтобы они ушли с какой-то, ну, там, конкретной информацией, которую им не могут применить. Ну, и С, чтобы это было как-то интересно, да, потому что материал был достаточно сложный. И я опять вспомнила про игры. Я люблю гонки. Я открыла все правила Формулы-1, изучила всю систему начисления баллов и перенесла эту систему начисления баллов на тренинговый процесс. В итоге у нас появилось трехдневное соревнование между командами. Команды были гоночными командами, и у каждой команды был свой пилот, ну, главный. Соревнования за денежный приз, банк-гонки они формировали сами, исходя там из штрафов, поощрений и так далее. И победитель получал этот денежный приз, и этот денежный приз выдавался за лучшее решение кейса по той методике, которая, собственно, в течение тренинга преподавалась. На выходе они не просто вышли с информацией, они, а, смогли это сделать руками, как, знаете, вы приходите и тачку руками разбираете на СТО, да, ну, примерно как-то так. Они еще и через игровой процесс смогли распаковывать осознание, там, через месяц, два, три, они звонили мне или писали, говорили, Юля, я тут еще вот это и вот это, у меня еще тут вот это сложилось. Как вообще все началось? 16 лет, я тут, наверное, нет таких людей, ну, то есть их очень мало. У меня был первый вот такой компьютер, ну, знаете, вот эти самые первые компьютеры. Я поступила учиться, в 17 лет уехала в город, и отец купил мне компьютер. Так вот, все пять лет, несмотря на то, что я каким-то образом умудрилась закончить вуз с красным дипломом, я рубилась в Need for Speed, я прошла все уровни раз на 10. Я рубилась с друзьями, со знакомыми, сама это было лучшее время при пророждении. Потом, упс, в мою жизнь пришел ночной дозор. Кто знает, что это такое? Это уличные ночные гонки на автомобилях, когда есть локации, в этих локациях что-то там зашифрованное лежит, и ты, собственно, обыгрываешь та команда, которая быстрее найдет в нужной локации то, что нужно. И вот они как-то меня преследовали, 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 меня очень эта тема интересовала. Я задумалась о том, к чему бы вообще все это. Вот здесь сейчас в зале, наверное, 80% людей до 30 лет. Это так? И все, наверное, из вас знают, что вас называют поколением Y. И вам нужна интересная работа и гибкий график, и это основные вообще мотивирующие составляющие, которые существуют вообще в вашей деятельности. А есть еще поколение Z. У этих ребят все еще интереснее. У них три я на первом месте. Я хочу своей собственной реализации, я хочу быть лучшим в той тусовке, в которой я нахожусь, и я хочу что-то отдавать от себя в этот мир, чтобы после меня что-то осталось. И есть еще третьи ребята, их пока не очень много. Это так называемое поколение альфа, это дети поколения X и поколения Y. Но они вот только рождаются, это те, кого вы можете видеть там в полтора-два года, кто уже с планшетами, айфонами что-то там тыкает и разбирается лучше меня, честное слово. Так вот, эти люди, которые воспитаны не так, как наши мамы и папы в Советском Союзе, с ними невозможно разговаривать методом кнута и пряника. С ними невозможно так договариваться. И единственный способ, который работает, — это игра. И в бизнесе игры применяют очень простым способом. Играфикация — это придание бизнес-действительности каких-то игровых моментов. Я сейчас расскажу пример. В январе-феврале 2013 года у меня под управлением была команда франчайзи продавцов в семи регионах России. Это был мой собственный бизнес. Мне никто не платил зарплату. Мы занимались продажей образовательных консалтинговых продуктов. И нам надо было выживать, потому что в этот период на рынке полный трэш. Ну, то есть ничего не продается. И все живут за счет того, что там съедают то, что было нажито в ноябре, декабре, ну и вот как-то выживают. У меня такой возможности не было. Я вспомнила игру и сказала, «Ребят, давайте в гонки». И мы устроили двухмесячное соревнование между регионами. Была определенная система начисления баллов, и по этой системе начисления баллов определялся победитель, который в дальнейшем получал MacBook. Ну, мы на общем собрании решили, что это будет MacBook. У нас была турнирная таблица. У нас в офисе были шины, диски, каски, флаги, доска огромная, на которой машинки перемещались. К сожалению, не нашла фоток. Это было очень круто. И вот удивительно, за два месяца мы вырастили объем продаж в три раза относительно тех показателей, которые у нас были в ноябре-декабре. И это и графикация. Томас Гетт… Сейчас он появится. Томас Гетт, может быть, и нет. Томас Гетт говорит вот о чем. Это, для тех, кто не знает, один из великих маркетологов, который брендингом занимается. У него была такая известная книга как 4D-брендинг. Вот сейчас он такую тему развивает как 4D-сюрпрайзинг. Он говорит о том, что игра в бизнесе — это лучшая платформа для, знаете, такого активного роста взаимоотношений, понимания, доверия, активности, драйва, самореализации. Вот таких каких-то вещей. В игре есть несколько важных моментов. Я сейчас по ним пробегусь. Для того, чтобы она работала, нужно, чтобы было несколько составляющих. Первое — это концепция. Концепция — это то, что на примере с гонками 1 я вам сказала, я взяла правила формулы 1 и перенесла их на тренинг. Вот концепция — это формула 1. Гонки — формула 1. Игроки — это, собственно, те, кто играет. У них могут быть разные роли. Я думаю, что все играли, и все знают, что такое разные роли в игре. Всегда должны быть правила. И знаете, что тут важно? Правила нельзя нарушать. Даже если вы гендиректор, и у вас есть правило, что за опоздание в 5 минут вы кладете 500 рублей в общую коробочку, и если вы пришли и опоздали на 5 минут и не положили, игра разрушилась. Ну, в смысле, ее не существует, потому что это воображаемая реальность. Еще одна важная вещь, которую я очень сильно люблю, это артефакты. Артефакты — это то, что придает этой реальности ту игровую реальность, которую вы задумали. Ну, в случае с гонками Формулы-1 у нас на тренинге мы приволокли на 8 этаж по лестнице вот такой вот узкой карт, поставили его на площадке и фотографировали там, собственно, участников. Это был один из элементов, артефактов, которые там присутствовали. Ресурсы — это то, что дается в игре для того, чтобы игровое задание было исполнено. Это могут быть обучающие материалы, это могут быть доступ к каким-то источникам знания. Ну, неважно, все что угодно. Код, как там сейчас в Google показывали, перфокарты. И ключевой приз — у игры всегда должен быть выигрыш. Ну, то есть всегда нужно, чтобы было что-то, ради чего я играю. Игры работают везде. Вы можете применить то, что я вам рассказала, с детьми, с любимыми, сами с собой, в офисе, на работе, как работодатель, как работник. Главное, что вам нужно сделать, это научиться правильно их готовить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ